Тем более, что порог своей деятельности, занимаясь водными ресурсами в самых разных видах, мы, конечно же, сталкиваемся с целым комплексом вопросов, начиная с опасных воздействий, доводнений и гростроительным проектированием в части попыток придумать некую экологически устойчивую территорию. Диапазон проблем чрезвычайно широк. Я вот начну с того, что несколько лет назад по просьбе одного московского канава выехал зимой к одному дому, где человек 10 граждан центральной азиатской национальности скалывали лед толщиной около 40 сантиметров. То есть это мне напомнило родную восточную Сибирь, где вот зимой так холодно, что вода подземная выходит из берегов и задавливает окружающие территории. Это называется налить. Довольно опасное событие. Так вот я увидел это родное налить, там недалеко от Черемушек, и попросив местное население, пришел к выводу, что да, мы так замечательно спланировали территорию, засыпали два пруда, построили насыпь глухой автодороги и пересыпали водотоки. И в результате вода зимой просто вышла на поверхность, и граждане почти должны подплывать к своим домам, ну, кто на лодках, кто в сапогах. Это вопрос о том, каким образом, вообще говоря, инженерную инфраструктуру города планируют. Может быть, даже к экологии еще не относилось, поскольку это проблема вот тех 60-х, 70-х годов, когда мы, в общем, пытались расширить градостроительное пространство за счет засыпки омрагов, за счет изменения ландшафта, не всегда себе четко отдавая отчет, что за этим пойдет подтопление, переувлажнение, повышение рисков областного обоснования, потеря устойчивости и прочее, 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 обсуждать это всем нужно. Потом, значит, вот появилась наука экологии. Она появилась давно, но снип на экологические изыскания, родился лет 15 назад, мы долго думали, обсуждая проблему инженерных изысканий, где бы найти место нам экологии, поскольку до сих пор были снипы проектировочные, ну, там, на еще нибудь устойчивые здания рассчитать, были снипы конструкторские, были снипы изыскательские, они сейчас еще, ну, все они есть, где мы рассказываем о том, сколько нужно скважин пробурить, сколько проб отобрать, чтобы вот эта конструкция не рухнула. А где экология в этом месте? В градостроительном проектировании, да, в законе о герплане там что-то есть, но там же, опять же, идет зонирование по опасным процессам и не более того. То есть, приравнять экологическую безопасность именно к классическому строительному опасному процессу, это, в общем, наверное, неправильно, потому что не только Москвой занимаюсь, мы понимаем, что эксистема, и в том числе и система урбанизированной территории, это имеющее право на самостоятельное понимание проблемы, и формируется она вот везде по-разному. Начиная, например, вот недавно, премьер-министр проводил совещание по Волге, где мы пытаемся по указанию, там, Владимир Владимирович сделал проект возрождения, нового возрождения Волги. Там эксистема полностью изменена за счет зеленой энергетики, за счет гидротехнического строительства. Мы получаем дешевую электроэнергию, затопив, подтопив колоссальные территории, полностью изменив все, что от Волгограда до Каспийского моря. В чем вот тут экологический, так сказать, как бы принцип? Это надо четко понимать. Когда мы говорим экологический каркас, с точки зрения проектировщика, это не только набор парков, из которых, так сказать, одна живность может перебежать в другое. Это гораздо большая проблема. Это и проблема гидрогеологии, гидрологии, как стоки поверхностные потекут, как животный мир будет там организован. И регуляционная, конечно же. Вот здесь вот всегда разрываешься на то, что, с одной стороны, тебе бы надо сделать цельную систему баланса воды и энергии, там, еще остального, а с другой стороны, все равно на это придет человек и, извините, пописывает в водоем, и в этом водоеме оккупаться будет уже сложно, о чем мы часто и говорим. Это вот, я бы хотел в дискуссии, это, конечно, продолжить потом, поскольку вот чрезвычайно важные аспекты были заняты с точки зрения городских территорий. Нам есть что сказать. Мы считаем, что, например, в Москве крайне недостаточно математическое моделирование поверхностного стока, поскольку, как только дождь пройдет, сразу, значит, у нас полут машины, НИПИ Генплана не обращает никакого внимания, что строительные нормы на эту тему были сделаны в 60-е годы, а сегодня 2017-й. Никаких работ не ведется по пересмотру климатических оценок и, соответственно, не ведется работ по уточнению расчетных характеристик. 300 мест в Москве, где после каждого дождя в день будет что-нибудь затопит, а 100 с лишним там не очень хорошо затопит. Вот это тук сведения из общественных средств массовой информации. А все это, в принципе, технически можно сделать, но это влечет за собой понимание того, какое количество грязи потечет по нашей ливневке, которую надо будет чистить, и деньги, которые надо вкладывать в строительство очистных сооружений, а это уже совсем другие проблемы. Это вот первая часть моего доклада. Вторая часть, собственно говоря, посвящена тому, что же у нас происходит с климатом. Ну, я частично уже коснулся того, что климат сильно меняется, потому что меняется вот содержание разнообразных парниковых газов, вообще климатическая система Земли, она крайне неустойчива. Особенная проблема заключается в том, что водный режим осадки очень плохо прогнозируется. Мы можем сказать, что еще там через 5 лет температура воды, воздуха повысится на 0,02 градусов, и сильно не просчитаемся. А вот что будет с осадками, какой будет снежный покров, будет ли он вообще, как он будет таять, как будет отдать осадки и формировать вот эту ливневую сеть, это вопрос очень сложный. Его надо дополнительно изучать. Что мы имеем четко на сегодня, это то, что в результате потепления климата у нас сильно изменился внутривидовой режим стока наших рим. У нас меньше воды стало вне строй, и существенно больше осенью, существенно больше летом и отенью. Я очень быстро промотаю эти кадры, поскольку буквально тут мне осталось 5 минут, чтобы подчеркнуть мысль. Вот на этих графиках мы видим, что за последние 20-25 лет водность движения востока очень сильно изменилась, благодаря тому, что зимы стали теплее. Это уж и совсем просто, без дифференциальных уравнений. И в осенне молки там в разные времена за счет потепления климата произошла эта перестройка, и мы наблюдаем, и я сразу к последнему графику, чтобы не смущать никого. Ой, пропал. Ой, у меня пропал график. Значит, в двух словах тогда, поскольку график пропал. А если у нас меняется распределение стока, летом и осенью, зимой его больше, а весной меньше, это означает, что надежность системы водоснабжения Москвы повышается. Нам не нужно вводить в строй дополнительно регулирующие емкости, присловутый Ржевский гидроузел, который обсуждался где-то в 60-70-е годы, и все остальное. Кроме того, еще проблема заключается в том, что потребление Москвы, как ни странно, сократилось. Этого привело как раз умные технологии, оприборивание, как мы выражаемся, учет всего-сего возможного. Подача воды по каналу имени Москвы на 15-20% просто сократилась по сравнению с тем, что было в 80-е годы. Поэтому мы должны себе четко понимать, куда развивать систему снабжения Москвы дальше. Какие регионы можно посадить, грубо говоря, на Москва-Венскую систему, какие нужны на другие источники доснабжения. Но в целом вывод такой, что потепление климата привело к тому, что облегчилось решение задачи доснабжения Москвы. Это уж и совсем краткое, двух слов. А вернувшись в заключение в зеленом технологии, мы должны себе совершенно четко понимать, что такое экосистема города. Пока мы это не сформулируем, нам будет очень сложно технические решения в этом деле реализовывать. Но реализовать технические решения не проблема. Построить можно все что угодно. В результате не повред ли оставшиеся части системы после наших реноваций. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Васильевич. Продолжение следует...